Ну вот тот самый мотор от EVO И сейчас я расскажу, каких трудов стоило его туда поставить Первое, с чем пришлось столкнуться, это с тем, что мотор от EVO выше других блоков И его расположить под капотом Eclipse и так, очень низким капотом, было довольно-таки трудно Учитывая, что я не хотел очень сильно опускать мотор вниз И максимально оставить запас дорожного просмета для мотора То пришлось поднимать его вверх И чтобы решить эту проблему, пришлось переделывать все крепления мотора В частности, правое крепление, сама подушка осталась родная, эволюшеновская, которая стоит на коробке А крепление этой подушки к кузову пришлось сделать кастомное Это силовой элемент, он приварен к лонжерону, приварен к кузову намертво И держит мотор с его левой стороны, ну, с водительской стороны Я не знаю, какая из них левая, какая из них правая Но для меня сейчас она правая, для пассажира, для машины она левая Для пассажира она всегда левая При свапе на эволюшеновский мотор и на эволюшеновскую трансмиссию Удобнее всего использовать, конечно, кузов D31 с 42-м мотором Потому что коробка передач у него находится так же, как у эволюшена, с водительской стороны И вырез в лонжероне под эту коробку находится так же с водительской стороны А в кузове D32, D33 с 463 мотором, с зеркальным, с классическим мотором Эклипса Этот вырез находится с другой стороны, с пассажирской И может такое получиться, что коробка просто не войдет с эволюшеновским мотором Но если с этой стороны мы переделали кузовной элемент и оставили штатную подушку То с другой стороны пришлось переделывать саму подушку и оставить штатный кузовной элемент То есть подушка теперь крепится в штатное место кузова Но крепление и конфигурация самой подушки была немножко переделанная Правая подушка двигателя, но на самом деле это передняя подушка Потому что все подушки считаются от ГРМ Ну да ладно Эта подушка была сделана на основе какой-то подушки От какого-то мотора, я даже не помню от какого Но смысл в чем, что мне пришлось переделывать полностью Наваривать алюминиевые плоскости и сверлить новые дырки Блин, это все слишком загадочно Это позволило сохранить геометрию мотора, расположить его ровно Расположить его под нужными углами относительно лонжеронов Сохранить все зазоры до лонжеронов и до кузова В общем, теперь мотор стоит правильно И можно рассказать о том, что это за мотор На самом деле мотор здесь на данный момент заводской То есть никаких изменений внутрь мотора мы не вносили Почему так сделано? Почему мы не затюнили сразу мотор? Да потому что хотелось заводской надежности А заводской мощности и так хватает на первое время В то же время все периферийные системы мотора были доработаны Впускная система Полностью переделан весь впуск Ну, конечно же, для этой машины его вообще не было Поэтому его пришлось создавать с нуля Это алюминиевый впуск 76 мм Такое сечение выбрали исходя из будущих планов постройки этой машины Установлен диаловский blow-off Точнее, это байпас Но вполне его можно переделать и в blow-off Он будет стравливать воздух в атмосферу Самое необычное в данной конфигурации системы Это вот этот домик для нулевого фильтра Это экранчик, который защищает подкапотное Защищает фильтр от подкапотного тепла Там внутри мы уже видели снизу машины этот фильтр Вот так он выходит сюда После него стоит расходомер воздуха И тоже как кастомный пайп Который выходит как раз в байпас Подключается к турбине То есть эта вся система забирает воздух в турбину Через турбину он проходит, компрессируется Выходит, проходит через интеркулер, охлаждается И по этому пайпу уходит уже в дроссель Эта система полностью создана с нуля Так же как и система охлаждения В ней все патрубки теперь кастомные и силиконовые Оригинальных патрубков сюда не существует Потому что мотор от Эва Кузов от Эклипса Радиатор от Собару Ну в общем все здесь кастом, кастом, кастом Сам радиатор, как мы видели снизу Был модифицирован Сверху мы переделали для него крепление Установили вентилятор Установили разрешительный бачок на него же Следующей системой, наверное, будет ГУР Сам насос ГУР Это штатный насос, который стоял на моторе А рейка рулевая У нас стоит Эклипса И вот пришлось как-то его срастить С его бачком с жидкостью То есть вот эту систему все пришлось модифицировать Очень большим и трудоемким процессом Была установка электрики в эту машину Надо было сохранить все периферийные устройства Штатные Эклипсовские В то же время подцепить их к электрике Эволюшн То есть фары, поворотники, задние фары, печку Да даже дворники и ручки дверей Все надо было подключить к штатной проводке Эволюшн При этом используют кнопочки, лампочки и моторчики от Эклипса Это все было сделано Получилась вполне штатная система Я думаю, когда мы перейдем в салон машины То более подробно можно будет посмотреть Какие электрические приборчики стали теперь в этой машине Какие остались родные, какие стали Эволюшновские Ну и нельзя не упомянуть самую важную тюнинг деталь Это тормоза Тормоза также стоят от Эволюшна Перед от 10, зад от 9 Четырехпоршневые передние суппорта с 350 диском Для того, чтобы установить суппорта от Эволюшна На Эклипсе надо поменять передние кулаки Они меняются также на легномовские рестайлинговые кулаки С разлетом ушей 160 мм И все тормоза прикручиваются в болт-он Без какого-либо колхоза, без каких-либо переделок Также установлены армированные шланги Гудвич К ним сделана дополнительная защита в виде спирали из пластика Они защищают от перетирания Задние тормоза также болт-он Задние полноприводные кулаки взяты опять-таки от легнома И к ним, ну так же как и к эклипсовым Суппорта от 9 Эволюшна прикручиваются как штатные Вся подвеска, все кулаки и все рычаги окрашены порошковой краской В моих старых видео вы можете найти эту подвеску Она перекочевала из моего любимого проекта Тарго К сожалению, пока не законченного А сейчас мы просто перейдем в салон машины Субтитры сделал DimaTorzok Но салон этой машины мы тоже доработали Теперь она вся в коже роже Я, конечно, не фанат, я фанат больше технического тюнинга Чем вот этих салонных всех прибамбасов Но что есть, то есть Надо это все показать, надо все это рассказать Потому что, наверное, большинству людей Интереснее именно салонные детали, чем технические Прежде всего, весь салон перешили в Alcantara То есть торпеда Все салонные обшивки Дверные карты Потолок Ну, то есть весь салон теперь новенький, красивенький Весь со строчками Ну, не придерешься, все красиво Карбоном сейчас никого не удивишь Но вот здесь мы постарались сделать все гармонично Так, как будто эта машина штатно имеет вот такую накладку из карбона Такие... Я не знаю, что это такое Бывшие пепельницы, там держатель под стаканчик какого-то Также в карбоне сделали приборную панель Приборная панель стоит теперь от Evolution То есть сами приборчики Тахометр, спидометр, это все Evolution Чтобы поставить в штатное место Eclipse Мы вот сделали такую переходную рамочку В которой тоже поставили дополнительные приборчики Вообще дополнительных приборчиков здесь довольно много Это какая-то такая фишка из форсажа И владельцу это очень нравится Ну, главное, чтобы не мешало ездить Никто не против Дополнительные приборчики всегда интересные Они мигают, прыгают, бегают Раз уж эти приборчики здесь установлены То давайте я немножко расскажу о их функционале Чтобы их увидеть придется завести машину Как они горят Точнее не завести, а включить зажигание Вот основные приборы, которые выведены на стойку Это температура масла, температура воды и вольтметр Ну, такие стандартные, даже заводские приборы Которые стоят на Evolution штатно В самой видимой области у нас стоит Давление турбины и давление масла То есть это такие, видимо, два параметра Которые, ну, необходимо Глазом замечать всегда Ну и совсем дополнительные приборчики Это АФР В соотношении смеси И температура выхлопа Это вообще баловство Ну, красивенько мигают Что-то показывают Наверное, можно будет на них Обратить внимание при настройке машины Хотя компьютер, наверное, покажет более детальную всю информацию Ну, я думаю, про приборчики достаточно Саму панель мы тоже посмотрели Ну, она штатная панель Evolution Дальше Это классика второго эклипса То есть три крутилки Управление печкой Ну и включение кондиционера Кондиционера здесь в этой машине нету Но кнопочка есть Мы специально оставили эти крутилки Как бы это прям вот олдскул Это вот классика второго эклипса Вот эти переключения режимов работы печки Печка, кстати, сама так же осталась от эклипса Потому что салон, начинка подторпедная В общем-то, функционально-эклипсовая Но к ней подводит электрика вся от Evolution Также от Evolution стоит, конечно же, кулиса Это пятиступовая кулиса Троса и коробка передач Эта же эволюшеновская И, соответственно, кулиса тоже эволюшеновская Ее пришлось сюда внедрить Для этого переделали саму панель То есть вот карбоновая панель Она тоже переделана Для того, чтобы эта кулиса здесь органично встала Ну, и музыка, конечно же Как всегда, на любой спортивной машине Хозяин хочет хорошую музыку Музыка здесь также заменена Установлена вот такая соневская голова В багажнике мы потом посмотрим Какой сап И несколько усилителей Ну, в общем-то Это уже дополнительные излишества Которые к основному проекту, наверное, отношения не имеют Также Сидения Сидения также от 9-го Эвика Рикара С боковой поддержкой С четырехточечными ремнями Ну, в общем, все по-серьезному Ремни крепили Серьезно, как для гонок В пол с закладными Они не привязаны просто к пластику Как и печка Так и управление всеми устройствами Типа поворотников, фар Это же осталось все от Эклипса И Был целый этап работы Это вот сращивание Этих периферийных органов управления С самими устройствами С концевыми устройствами То есть с подъемниками, фарами Печками Моторчиками какими-то дополнительными То есть вот этот глобальный этап работы Он, конечно, занял очень большое время Но в целом все решило Все работает Все даже заводится Вот Она даже работает Ну, я думаю, о салоне рассказывать достаточно Я не лучший рассказчик, который Будет показывать и рассказывать такие вещи Эта машина изначально создана для того, чтобы на ней ездить Поэтому, наверное, лучшее ощущение мы получим от нее Именно при езде Так что погнали Вот такой получился обзор Я постарался рассказать о своих ощущениях об этой машине Я на ней проехался первый раз за рулем Я рассказал о технических особенностях О подкапотном устройстве Как им устроен полный привод Какие проблемы и трудности возникали в процессе переделки Мы проехались по городу К сожалению, не удалось разограться 300 км в час Потому что в пределах города это запрещено Но в будущем сезоне я обещаю Мы выйдем на автодром И снимем заезды на стенде То есть все интересные моменты Я вам расскажу про эту машину А теперь мы уходим на зимовку Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok